В повестке более 30 вопросов для обсуждения, в том числе ряд обращений, подготовленных регионами к правительству России. На Ринмаре стартовала конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Вернуть лидирующую роль в освоении Арктики председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает разработать отдельный законопроект о развитии Арктической зоны России. Незапланированные расходы на завершение строительства двух автодорог администрация Наринмара из окружного бюджета получит 17 миллионов рублей. В повестке более 30 вопросов для обсуждения, в том числе ряд обращений, подготовленных регионами к председателю правительства России, председателю Совета Федерации и председателю Государственной Думы. В списке для обсуждения также инициативы, касающиеся социальной защиты инвалидов, охраны Ладожского и Онежского озер, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, поддержки детского, юношеского и молодежного туризма и многое другое. На заседании рассмотрят и инициативы собрания депутатов Ненецкого округа. Сегодня парламентская ассоциация является экспертной площадкой для обсуждения законодательных инициатив, обмена идеями и опытом. На заседаниях обсуждаются проблемы, касающиеся развития всех регионов Северо-Запада. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает разработать отдельный законопроект о развитии арктической зоны России. Спикер Верхней Палаты Российского парламента выразила уверенность, что задачи развития арктических территорий решаются недостаточно эффективно, а существующая нормативно-правовая база давно нуждается в обновлении. Тем не менее, перед Россией стоит амбициозная задача – вернуть себе лидирующую роль в освоении Арктики. И один из важнейших шагов в этом направлении – принятие базового системообразующего закона о развитии арктических регионов страны. По мнению Матвиенко, документ должен учитывать специфику арктической зоны и предусматривать механизмы для ее комплексного развития. По словам Валентины Матвиенко, прежде всего в законодательстве должны быть заложены основные финансовые механизмы развития арктических территорий. В Софеде полагают, что в Арктике следует установить особый режим экономической деятельности. Речь идет о внедрении дополнительных мер стимулирования инвестиционной деятельности, дифференцированного налогообложения, предоставления налоговых каникул и таможенных льгот для действующих в Арктике компаний при закупке новых технологий. Примечательно, что проект такого закона был внесен в Государственную Думу по инициативе членов Софеда еще в 1998 году, однако принят до сих пор не был. В городе продолжается масштабная модернизация дорожной сети. Пять судов с материалами уже пришли в порт Нарьинмар, еще шесть на подходе. Всего за строительный сезон в порт придет порядка 120 тысяч тонн материалов и оборудования, необходимого для долгожданного ремонта и строительства. До 10 числа Доримстрой завершит работы на федеральной дороге и перейдет к дорогам городским. На завершение строительства двух автодорог администрация Нарьинмара из окружного бюджета получит 17 миллионов рублей. Одна дорога соединит улицу Зеленую и Строительную, вторая расположена вблизи дворца Спорта Норд. Незначительную корректировку бюджета по просьбе мэрии рассмотрели на заседании постоянной комиссии собрания депутатов Неницкого округа. Предполагается, что после выделения город-администрации дополнительных средств основные параметры останутся прежними. Это доходная и расходная части, а также дефицит бюджета. Дорогу, ведущую ко дворцу Спорта Норд, по плану должны были сдать еще в прошлом году. Строительством занимался Нарьинмар Доримстрой, но контракт предприятия тогда завалило. Асфальт, который они уложили, пришел в негодность уже через неделю. Специалисты нарушили все технологии. На ветер пустили около 20 миллионов рублей. Сейчас в планах хозяйственников устранить старые ошибки. Помимо прочего, депутаты согласовали еще одно изменение в бюджете, связанное с поддержкой в регионе малого и среднего предпринимательства. Дело в том, что в бюджете выделено 8 миллионов рублей для поддержки среднего и малого предпринимательства. Мы уточнили, куда могут идти вот эти деньги. Эти деньги могут пойти на гранты для начинающих предпринимателей, для развития своего бизнеса. Они будут предоставляться на условиях конкурса. Далее, это субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов предпринимателям, которые будут заключать договора лизинга. И это представление субсидий на возмещение части затрат при проведении своей предпринимательской деятельности. Госслужащих в Наринмаре должно стать меньше. Не сократили количество чиновников до нормативов штатной численности. Городская мэрия уклоняется от исполнения окружного закона. Кадровые перестановки произошли в исполнительной власти округа. У губернатора региона появился первый заместитель. Образовательные учреждения города и округа закрываются на косметические капитальные ремонты. Об этом доложили на еженедельной планерке при губернаторе. К сезонному обновлению школ приступили сразу после завершения работы детских площадок. Их в этом году посетили полторы тысячи детей. Впрочем, отдыхают не все дети. По линии центра занятости уже трудоустроено 185 несовершеннолетних. Более 80 детей трудоустроено работодателями напрямую. Всего же за лето успеют поработать 390 несовершеннолетних. Вопросам трудоустройства и кадровой политики на планерке уделили особое внимание. Кадровые изменения должны произойти в городской администрации. В соответствии с 95 окружным законом о передаче полномочий, мэрия еще в начале года должна была сократить не менее 16 человек и довести штатную численность до нормативов. До сих пор этого не сделала. Сегодня в город администрации числятся 136 сотрудников. Вице-губернатор еще раз напомнил всем присутствующим о необходимости бережного отношения к бюджетным средствам. Дефицит окружной казны этого года составляет около 2 миллиардов рублей. Чтобы покрыть его, уже в июле администрация региона возьмет взаймы. Июль обещает быть ознаменован еще одним событием – долгожданным переездом службы скорой помощи в новое здание. Повторяю, что в конце следующего месяца мы сможем туда переехать. Настоящий ареат отходит к концу. Работа по лонтированию компьютерных сетей в этом здании с движением графика. Они должны быть закончены в 15 июля. А с 1 июля грядут перемены в одном из казенных учреждений округа. Станцию по борьбе с болезнями животных вместо Ольги Чупровой возглавят Игорь Зелянин, депутат окружного собрания. Ирина Цептова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Кадровые перестановки произошли в исполнительной власти округа. У губернатора региона появились первые заместители, новый руководитель аппарата. Сергей Ружникова, который ранее возглавлял аппарат, Игорь Кошин назначил своим первым заместителем. В свою очередь аппарат возглавил Михаил Васильев. Сергей Ружников длительное время замещал должности в территориальных структурах федеральных органов исполнительной власти. Имеет опыт работы на руководящих должностях. Михаил Васильев также является опытным управленцем. Ранее занимал должности вице-губернатора Неницкого округа и Архангельской области. Заместители назначены на срок до пяти месяцев без согласования с собранием депутатов. Такое право главе региона дали недавно принятые поправки в окружной закон. С берегов Финского залива наши ребята вернулись с триумфом. Неницкая молодежь не перестает покорять всех своей харизмой и талантами. На берегу Финского залива завершился седьмой молодежно-образовательный форум «Ладога». На его площадке встретились более тысячи юношей и девушек из 11 регионов. Для молодых и активных работали более 100 мастер-классов, интерактивных лекций и семинаров. Прошло 40 часов интенсивной работы по направлениям, а также ежедневные спортивные и культурные мероприятия. На форуме отлично показала себя делегация Неницкого округа. Наши активисты вернулись с благодарственным письмом. Почему именно команду из Неницкого округа отметили организаторы самого масштабного мероприятия Ленинградской области, расскажет Любовь Пермякова. Здесь птицы не поют, деревья не растут, потундрена оленем чубитом бою нас ждут. Горит и кружится планета над нашей Родиною дым. А значит нам нужна одна победа, одна нас всех мы за ценой не постоим. С этой песней и рассказом о подвиге олено-транспортных батальонов наша команда выступила на торжественном открытии «Ладога-2015». Представители регионов показали творческие визитные карточки на тему «Героическая страница истории региона времен Великой Отечественной войны». Команда Неницкого округа сразу стала фаворитом самого масштабного молодежного мероприятия Ленинградской области. На открытии форума приехали губернаторы команд участников, заместитель полпреда, президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. После поздравления первых лиц команды получили маршрутные листы и началась военно-спортивная игра «Мобилизация». Наша команда прошла все 10 этапов, дойдя до финиша в числе первых. И хочу доложить вам, уважаемый верховный главнокомандующий, сводный отряд Ненинско-автономного округа в составе Северо-Западного федерального округа поставленную боевую задачу выполнил. Потерь нет. Все здесь, да? Олени сыты. Задача выполнена. С открытием форума. Ура! Ура! Следующий день оказался не менее насыщенным. Нормы ГТО делегация округа выполнила и показала лучший результат среди 11 команд участников форума. В беге на дистанции 100 метров Александра Столярова пришла первой. Заключительные дни форума этой репетиции и показ масштабного спектакля летел голубь режиссера Дениса Воробьева. Участие в нем принесло нашим ребятам всеобщее ладожское признание и любовь. По словам руководителя театральной площадки Людмилы Манониной, ребята из Ненецкого округа на Ладоге были самыми поющими и талантливыми. Песню «Тальяночка» исполнил Павел Поздеев. С первых нот ему уже подпевал весь зал, а уже после концерта весь лагерь. «Тальяночка» стала хитом форума и ушла, как говорится, в народ. Ваши ребята, они украсили нашу программу. В частности, Олег Турерко, у него был очень юмористический номер. Зал просто аплодировал, скандировал во время номера. Что можно сказать еще о Павле Поздееве? Это, конечно, был вообще номер на ура, потому что в самом финале вызывали, написав, наверное, раз в пять. Или со всех, наверное, окон слышалась эта «Тальяночка». После такого триумфа наших ребят теперь ждут не только на Ладоге, но и в культурной столице Санкт-Петербурге. Председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области Анна Данилюк, отметив яркое выступление наших земляков, высказала пожелание создавать совместные проекты с Ненецким округом. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Те, кто не попал на молодежный форум Ладога, смог проявить себя здесь. В Наринмаре отметили День молодежи. И хоть погода в этот день была совсем не летней, праздник тех, кто молод душой, состоялся. Правда, место проведения пришлось перенести с площади Ленина в зал караоке клуба. Но это не отразилось на настроении главных героев дня. Праздник стал официальным с 1958 года и отмечался в последнее воскресенье июня. С 1993 года День молодежи перенесли на 27 число. И пусть он не является выходным, для многих это день особенный. Второй год подряд одним из главных событий становится парад невест. Многие участницы к этому выходу готовятся заранее. Как и к одному из главных событий своей жизни – свадьбе. У меня 10 лет назад была свадьба. И мне кажется, это единственный способ снова возродить свое платье, свой наряд и дать ему вторую жизнь. Она у меня побывала в Питере, в химчистке. Я его отправляла. Конечно же, родя двоих детей. Немножечко в формах. У швеи побывала. В этом году на парад невест собралось 17 представительниц прекрасной половины человечества. В рамках праздника они провели фотосессию, успели покататься на коньках и провели флэш-моб. Флэш-моб сменила еще одно модное веяние – селфи. Семья – основа государства, а молодежь – будущее страны и нашего региона. За ней – развитие арктической территории. Все, что угодно. Можно построить ледовый дворец, замечательный дворец культуры. Можно построить школы, здания, дворцы. Все, что угодно. Но если все это не будет наполнено энергией, если все это не будет наполнено смыслом, жизнью, если все это не будет наполнено молодежью, то все это в пустую. Перспективная молодежь в нашем округе есть. В регионе работают различные волонтерские движения, проекты, программы и клубы по интересам. 10 лет назад Александр Волокжанинов провел первые интеллектуальные игры «Что, где, когда». На первых порах нашими командами были школьники, студенты. Но сейчас у нас постоянно играет, постоянные какие-то коллективы, то есть это работающая молодежь, и она уже более-менее стабилизировалась, и команды не меняются. В праздник положено дарить подарки. В День молодежи перед главными гостями выступили певица Виктория Грант, популярный клубный диджей и электроаккордеонист Владлен Резников. А ведущим был уже знакомый горожанам по конкурсу «Мисс Кринмара» Андрей Мыслицкий. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Любители более экстремального досуга мерили свои силы в лазертаге. Это еще один подарок активистам ко дню молодежи. Дождь и обилие комаров не спугнули почитателей военной тактической игры. В турнире участвовали сразу 12 команд. Среди них как новички, так и опытные игроки. Местом встречи стал туристический центр, где и развернулись сражения. Команды разбили на пары, игра шла на выбывание. В первую очередь, это для здоровья полезно. Во-первых. Во-вторых, это сплочает народ. В третьих, по крайней мере, здесь есть чем заняться. Это интересное увлечение как для младшего возраста, так и для взрослого. Погода в день проведения турнира преподнесла неожиданный сюрприз, но игроки остались довольны. Это вообще просто супер было. Очень понравилось. Дождь, да, в конце зарядила. Это классно. Это, наверное, единственное место, где можно умереть несколько раз и воскреснуть. Да, мы научились стрелять немножко. По итогам сражений первое место заняла команда «СК Рубеж». Неоднократный победитель турнира. Вторыми стали игроки команды «Север». Замкнули тройку бойцы из команды «Зубила». Спорт в неполитике. В Наринмаре впервые в истории прошел турнир по боулингу среди представителей госвласти и местного самоуправления. За звание лучшей в упорной и напряженной игре боролись четыре команды. Центр, Печора, Запад и Восток. Сборные формировались по географическому принципу, а вот капитанские повязки достались так называемым легионерам. Командой «Восток» руководил вице-губернатор Владимир Бланк. Западом Олег Белак. У руля сборной Печоры поставили главу Заполярного района Алексея Михеева. Капитаном в команде «Центр» назначили градоначальника Наринмара Татьяну Федорову. Шары бросали около часа. Каждая сборная имела право на три подхода. Вице-губернатор Алексей Кайдалов после подсчета очков стал лучшим снайпером вечером. В командном зачете с большим перевесом первое место досталось игрокам центра. Команда «Печора» вторая, «Восток» третья. На дне турнирной таблицы оказалась сборная Запада. Сильнейших в борьбе на руках определили в «Лидере». Там прошел турнир по армрестлингу, посвященный десятилетию комитета гражданской обороны Неницкого округа. Сразиться за звание чемпиона приехали силачи из соседних населенных пунктов. Всего в соревнованиях приняли участие 13 борцов из Наринмара, Оксина, Тельвиски и Красного. Добрую половину участников составили спасатели и пожарные. Уже в преддверии спортивного мероприятия к ним присоединились и те, кто просто неравнодушен к этому виду спорта. Соревновались в трех весовых категориях до 80, 90 и свыше 90 килограмм. Затем, чья рука сильнее или железнее, следил Дмитрий Левин, один из организаторов и главный судья турнира. Он активно занимается армрестлингом, участвует во всероссийских областных соревнованиях и параллельно популяризирует этот вид спорта на территории округа и надеется, что этот турнир станет отправной точкой в проведении подобных спортивных мероприятий. Как будет в следующем году, может быть, мы будем уже выходить на департамент образования и спорта, культуры и спорта, может быть, они нам будут каким-то образом помогать. Это будет все зависеть от планирования. Конечно, хотелось бы ежегодно проводить такой турнир, может быть, подобные соревнования. По итогам турнира лучшим в категории свыше 90 килограмм стал Павел Петров, в категории до 90 сильнейшим оказался Антон Ладанов, а первым в категории до 80 стал Дмитрий Левин. Следить за нашими новостями вы можете и в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и на портале в Ютуб. Онлайн-трансляцию канала, а также всю самую свежую информацию вы можете увидеть на нашем сайте. Будьте в курсе событий и хороших вам новостей. Продолжение следует...